Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Матиас Грюнвальд. Родился около 1480 года в Вюртсбурге, епископство в Юсбургской Германии. Первоначальное имя Матиас Готхарт. Один из величайших немецких художников своего времени, чьи работы на религиозные темы достигают визионерской выразительности благодаря интенсивному цвету и взволнованной линии. Такое описание я нашел в интернете. К сожалению, данных не очень много, но вот все, что есть. Крылья, листворки, все же, наверное, крылья, алтаря Антонитского монастыря в Эденхайме на юге Эльзаса, датированные 1515 годом и считаются шедевром художника. Общепризнанно, что мастер Матиас родился в немецком городке Вюртсбург. Дата его рождения остается проблематичной. Первая надежно датированная работа 1503 года Грюнвальда. Это имя выдвано биографом в 17 веке. Стоящей фамилией была Готхарт. Она, по-видимому, принадлежит молодому человеку, только что ставшему мастером. Грюнвальд впервые появляется в документах около 1500 года в городе Зеленштадт на Майне, либо по Шефенбурге. Примерно 1509 году Грюнвальд стал придворным художником, а затем ведущим деятелем искусств. Его титул был надзирателем или клерком работ Курфюста Майнца, архиепископа Улееля фон Гемингена. Около 1510 года Грюнвальд получил заказ от франкфуртского купца Якоба Хеллера на добавление двух фиксированных крыльев за престольному образу успения Богородицы, недавно завершенному художником Альбрехтом Дюрером. Эти крылья, то есть вот эти створки слева и справа с изображением четырех святых окрашены в гризайль оттенки серого и уже показывают художника в расцвете сил. Подобные рисунки Грюнвальда, которые выполнены в основном черным мелом с некоторыми желтыми или белыми бликами, крылья Хеллера передают колористические эффекты без использования цвета. Выразительные руки и активные драпировки помогают размыть границы между холодным камнем и живой формой. Около 1515 года Грюнвальду было поручено самое большое и важное поручение в его карьере. Гирида Герси, итальянский наставник или рыцарь, который возглавляет религиозную общину Антонитского монастыря в Эзенхайме на юге Эльзаса, попросил художника нарисовать серию крыльев для алтаря, который был вырезан примерно в 1505 году. Алтарь Эзенхейма состоит из резного деревянного алтаря с одной парой неподвижных и двумя парами подвижных крыльев по бокам, то есть с творком. Картины Грюнвальда на этих больших панелях состоят из следующего. На первом наборе панели изображены распятия, оплакивания и портреты святых Себастьяна и Энтони. Второй набор посвящен Деве Марии со сценами Благовещения, Рождества, Воскресения. Третий набор крыльев посвящен Святому Антонию и Павлу в пустыне и искушению Святого Антония. Вот то немногое, что мне удалось найти в интернете об одном из величайших немецких художников своего времени. Первоначальное имя Матиас Готхарт, которому дали имя Матиас Грюнвальд или Мастер Матиас. Умер он в 1528 году в Галле, Магдегурская архиепискост. Ну все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего, мало информации, ну все, что есть. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok